приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 28 апреля роковая пятница почему важно в этот день перестелить белье и какое лакомство принесет богатую жизнь узнаете в этом видео народном календаре 28 апреля носит название пудов день и является временем когда люди почитают пудо ученика апостола павла в первом веке служившего в римском сенате и погибшего во время гонения на христиан на руси в это время заканчивалась зимовка пчел появлялись первые цветы поэтому пчеловоды нередко именно в эту дату отправлялись на пасеки и вам шаники утепленные сухие помещения где зимовали эти насекомые чтобы проверить насколько хорошо не принесли зиму разумеется с пчелиными улями и их обитателями было связано множество поверье затрагивающих все сферы жизни наши предки выделяли пчел среди других насекомых и особо почитали их называли угодницами божьими возможно это было связано с тем что изготавливаемый ими воск шоу на производство церковных свечей еще один важный продукт пчеловодства это мед было принято обязательно освещать чтобы усилить его целебные защитные свойства одна из примет того времени сообщает что пчелка никогда не нападет на безгрешного человека поэтому ко всем ужаленным относились с опаской также существуют и другие народные наблюдения связаны с этими насекомыми пчелы вокруг лица вьются ждите добрых вестей в ограду пчелиный роль пожалуй счастье хозяевам принесет если пчела залетела в дом принесла удачу всем домочадцам категорично запрещено убивать чего в доме именно в этот день также в деревнях в этот день практиковали особый обычай побратимство в знак взаимной поддержки люди изготавливали большую восковую свечу который передавался из одной избы в другую девушки же с помощью пчел выбирали себе спутника жизни для этого они приглашали кавалера на пасеку и смотрели как на него отреагируют обитатели ульев спокойно кружат избранник будет хорошим мужем пугаются или хуже того жалят брак с этим мужчина окажется неудачным поэтому отказывали погодные приметы достаток крестьян прошлого напрямую зависел от капризов погоды поэтому множество наблюдений было связано с ее предсказаниями разумеется часть из них тоже была связана с пчелами поскольку эти насекомые являются неплохими синоптиками эти приметы не потеряли актуальность и в наши дни пчелы проснулись и активно до рассвета днем будет дождь если медоносные насекомые проявляют агрессивность ближайшее время следует ждать засуху пчелы улетают далеко от пасеки погода будет хороший если грачи стремятся подняться как можно выше в небо предстоят солнечные теплые деньки если по небу медленно перемещаются облака следующий день будет погожим и солнечным тучи начинают сгущаться к ночи дождь не минуем яркая красная заря к дождливой и ветреной погоде если на пуду в день зацвела ольха можно приступать к посеву гречихи непривычной яркой давящее солнце бывает накануне дождя сильный ветер обещает хорошую погоду в течение следующих нескольких дней на протяжении суток становится то прохладно то жарко летом будет много осадков если дождик пошел в этот день скоро тепло окончательного царица примета снах наши предки верили что сны этого дня сбывается в течение месяца при этом поверье советовали обращать внимание на яркие красочные ночные грезы так как они непременно кажутся вещами увиденный во время ночного отдыха пчелиный рой обещает что скором времени ваше финансовое положение заметно улучшится а вот укус насекомого является недоброй приметой предрекая участие в конфликте мертвые пчелы сулят крупные расходы в самом ближайшем времени также значимым является сновидение в котором вы едете верхом оно означает что вы выйдете победителем сложной ситуации приметы быта вплоть до в день люди уделяли внимание и различным бытовым приметам так как они могли помочь изменить жизнь к лучшему в этот день было принято ходить церковь чтобы помолиться об извлечении от тяжелых болезней обрести успех в учебе в работе привлечь к себе изомилия также 28 апреля старались завершить все дела засветло не работали на износы без перерывов так как тяжелый труд грозил обернуться различными неудачами кроме того на значение имели следующие поверье нельзя принимать пищу на пасеке удачи не будет вытряхивать просушивать постельные принадлежности сегодня нельзя чтобы не вытрясти свое счастье однако если вы постелите свежее белье жизни произойдут позитивные кардинальные перемены вплоть до в день не ели яйца черной курицы так как это предвещало ухудшение зрения под запретом были любые измерения тела определение роста веса других параметров фигуры так как считалось что сегодня это непременно наклечит на человека болезни тайна озвученной кому-либо 28 апреля вскоре перестанет быть таковой в эти сутки никому не одолжили денег так как приметы гласит и что они никогда не вернутся к своему законному владельцу вынося мусор в пуду в день можно ненароком выкинуть из дома процветание рукодельницы в эту дату были особенно внимательны ведь забытая на открытом месте игла грозит множеством бед и несчастья для всех домочадцев монеты найденные сегодня ни в коем случае нельзя касаться чтобы не привлечь нищету человек который на протяжении сего дня будет лакомиться медом обеспечит себе счастливую и сытную жизнь на весь год чтобы жизнь была счастливой и успешной необходимо провести вечер 28 апреля весело и интересно по народам поверим именно сегодня распускаются первые почки у рябины и калины знахари верили что целебный настой из них будет гораздо эффективнее если приготовить его именно в этот день к примеру для лечения горла необходимо заварить кипятком одну столовую ложку растения два часа настаивать в теплом месте после чего процедить и использовать для полоскания однако примета запрещают срывать их в эту дату поэтому собрать лечебные снадобья следует заранее также в этот день прибегали к волшебной практике в этот день проводили волшебную практику на мед ведь с помощью меда можно было привлечь богатство и изобилие на целый год достаточно было просто либо съесть ложку меда либо растворить ее в чае и перед этим сказать такие слова сладкий сладкий мед помоги мне перемены в жизни принести пусть у старой уйдет прошлое а новый придет мою жизнь прямо сейчас пусть удачи успех мне сопутствует а все препятствия исчезнут волшебный мед ты мне помоги перемены в жизни запустим вот проговариваем один раз этого достаточно далее либо съедаем меда либо выпиваем чай все обязательно перемены будут скором времени вот такой волшебный интересный день и если его провести правильно вашей жизни будет все благополучно